Привет, я Покемон Юничу, а это Софи. Привет, я Софи, я и сама могла сказать Юми. А я Миша, Миша лайк. А я Эйвен, привет. И ты на канале Мэджик Пэтс. Подпишись скорее, чтобы нас стало 2 миллиона. А можешь? Да, ребят, нам осталось 237 тысяч. И ставь нам лайк. Ставь лайк, если тоже как и мы. Ждешь окончания распаковки, чтобы мы могли для вас снимать новые ролики. И это, пиши комментарии, мы на них сердечки ставим. А еще обязательно потом пойди и посмотри ролик на нашем общем семейном канале Мэджик Фэмили. Где мы снимаем вместе с Аней, потому что мы там сняли крутой челлендж. Очень прикольный челлендж. С закрытыми глазами. Это было такое типа соревнование. Аня была с закрытыми глазами. А мы были по очереди на поводках. И она с каждым ушла далеко от дома. И он должен был вести ее на поводке. Да, и все там наша киска Алишка нас пранковала. Пока Аня была с закрытыми глазами, я не видела. Она ходила за нами везде. И пугала ей с травы. А потом ночью опять пошла гулять, поэтому сейчас спит. В общем, обязательно посмотри этот челлендж. Мы ссылку оставим вот там внизу. Это очень классное соревнование. Увидишь, кто смог Аню довезти до дома. А еще не забудь, что у нас будет Мэджик Фан Встреча. 9 ноября в Красноярске. На выставке Зоомир. Аня будет там целых 5 часов с 12 до 5 вечера. Так что ты сможешь с ней увидеться по амблимации и пофоткаться. Приходи. Мы очень хотим снимать новые видео. На самые разные и другие темы. Поэтому мы хотим завершить нашу распаковку миллиона слаймов. Совсем немного осталось. Короче, если ты не в курсе, давай мы тебе это расскажем. Короче говоря, у нас была целая куча слаймов. Мы начали их распаковывать и делить на команды. Эйвен выбрал себе команду матовых. И пока что его слаймом самый большой блин. А Софи принадлежат все прозрачные лизуны. И у нее получается космический гигант. А Миша выбрала всех зомби. Они все отправляются в ее кладбище, которое потом и воскресим. Ну а у Юми, как всегда, все странно. Она придумала себе команду противных лизунов. И сегодня уже седьмой день нашей мега распаковки. Ну что ж, ребятки, я предполагаю, что у нас сегодня наконец-то последний день распаковки. А слаймик этот, кстати, зомби. И сразу идет к Мишке. Видите, он рвется на кусочки. Класс, моя кладбища становится все больше и больше. Но еще же мини. Да, Ань, у нас же еще мини-мини слаймы. Да, да, про мини слаймы я помню. Но я надеюсь, что если сегодня мы будем распаковывать очень быстро, то мы наконец-то распакуем эту тысячу слаймов. И да, останутся только мини. Ну что ж, вот этот полупрозрачный зеленый слаймик. В принципе, в нормальном состоянии. Тянется, хрустит. И, конечно, Софи, он идет в твой космогигант наконец-то. Да, а то в последнее время во все команды пополнения, кроме моей. Так, посмотрим, что это тут у нас. Просто мне кажется, что в этих баночках не слаймы, а жвачки для рук. А если это действительно так, то они не могут пойти в ваши команды. Но они все равно прикольные. Ага, красненькая маленькая, а вот эта розовая, смотрите, как тянется. Но, как вы видите, она не возвращается в свое обычное состояние. Значит, это не слайм. И они отправляются в нашу антистресс-кладовку для других экспериментов. Все, правильно, Эйвен. Так, на этой баночке написано Ане. Посмотрим, какой слаймик мне посвятили. Цвет у него странный. И мне кажется, если честно, что слаймик этот подсох немножко. То есть, он не совсем засох, он тянется. Значит, он зомби. Нет, он же похож на какая-то. Юми, сколько можно? Мы договорились не говорить эти слова. Можно его ко мне? Он подходит в мой противный соплислайм. Ну ладно, отдай его ей. У нее и так самый маленький тазик. Вот именно. Ну ладно, ладно, вот твой противный... Какая-то... Слайм, Юми, противный слайм? Ладно, ладно. О, Софиша, смотри, твой любимый цвет. Какая разница, что он мой любимый, он же матовый. Он опять пойдет к Эйвену. Да, но, между прочим, у меня не получается заполнить пока что свой тазик до краев. Но у тебя все равно самый гигантский лизун. Эй, ребят, не спорьте, смотрите лучше, какой прикольный слайм. Он слегка шершавый, и кто-то написал в комментариях как-то раз, что это потому, что в них кладут немножко кинетического песка. Но, может быть, все-таки слаймы шершавые не поэтому? Он очень классно тянется, скручивается, не рвется. И очень нежный по структуре, похож на жевательную резинку. Так, пополнение к Эйвену. Блин, этого мало, мне надо еще. Ань, раз ты открыла мой цвет, давай теперь откроем что-нибудь еще. Можно мой желтый? Желтый, так желтый. Правда, он по-любому матовый, и опять пойдет в команду Эйвена. Ну, вы сами попросили его открыть. Так, посмотри... Ой-ой-ой, из него вытекла вода. Так что не факт, что он пойдет в команду Эйвена. Может быть, он зомби, посмотрите. Смотрите, как он рвется. Ну, хоть мишке помогли, да, тетяши? Да уж. Ну, слаймик явно зомби, но я первый раз вижу такое, чтобы слайм рвался так равномерно, как будто на веревочке. Блин, такими темпами Миша точно может меня опередить. А вдруг и правда я выиграю? Будут у нас еще нормальные слаймы в последний день распаковки. Так, кто тут у нас? Давайте откроем еще один желтенький. Это опять не слайм, это опять воздушный пластилин. Опять в антистресс-кладовку. Тут, кстати, еще два таких есть. Да, проверь их, может там тоже не слайм? Да, их тут было несколько с этой совой, явно от одного человека. Явно самодельные, и на них написаны ваши имена. Смотрите, какой цветной бургер. Написано, что это для Миши, а вот это, по-моему, уже типа слайм все-таки. Кстати, в комментариях писали, что такие слаймы, типа, как пластик воздушный, это флаффи слаймы. Цвет, конечно, просто шикарный. Еще и маленькие пенопластинки внутри. Флаффи слаймы? Юми, ты уверена? Просто мне кажется, что слайм должен растягиваться и сжиматься обратно. А эти штуки, как пластилин, остаются в той форме, которую я из них сделаю. Все-таки мне тоже кажется, что это не слаймы. Вот, например, еще одна штука для Эйвена. О, тут сверху столько блесток, что они аж шуршат от прикосновения. Как снег пушистый, знаете? Ну и что, ты хочешь сказать, что он мне не подходит? Эйвен, ну это опять тот же самый материал. Это не похоже на слаймы. Отправляю их в антистраскладовку для будущих экспериментов. Давай еще желтопузиков откроем, пожалуйста. Да, и они будут зомби и попадут ко мне. Вообще-то не факт, Миша. Желтопузиков, Юми, ну ты как сказанешь, а? По-моему, Миша зазнается, как и Эйвен. У Эйвена гигантский лизун и он стал наглый. Как только Миша на кладбище переехала в тазик побольше, она тоже стала наглее, хотя она скромная. Аня София обидничает и ворчит. Мы, София, не виноваты, что ты выбрала прозрачные. А я их не выбирала, между прочим. Это вы первые выбрали себе команды. Эй, ну хватит спорить, ребята. У покемона вон вообще самый маленький тазик. И она на вас еще ни разу не ворчала. Потому что она сама выбрала противные эти свои сопли. Что-то никак не могу соединить этот красивый желтый лизун. Он все распадается и распадается на частички. Похоже, все-таки это зомби. Ну вот, опять Миша на команду. Софи, да хватит ныть уже. Мы не виноваты. Ребят, да никто не виноват. Перестаньте ссориться. Это же все случайность абсолютная. Никто никогда не знает, какие лизуны попадутся среди такого количества. Еще один желтопузик, как сказала Юми. И все равно я считаю, что это несправедливо. Кстати, знаете, в чем прикол? Обычно в украшениях пенопласт или блестки. А тут блестящие кубики. По-моему, они пластиковые и такие переливающиеся. Как маленькие желтенькие бриллиантики. Но это очень необычно для украшения слайма. Я впервые такое вижу. Слаймик неплохо растягивается. По сути, это, наверное, как раз кранчи слайм, раз в нем столько украшений. Или же все-таки флаффи слайм. Потому что он как будто воздушный. Но, к сожалению, он очень не гибкий и рвется, видите? Так что все-таки это зомби. Опять у меня столько зомбаков попадается? Да, Мишина команда растет. Посмотрите, по сравнению с Эйвеном, какая она. Софиша пока что явно проигрывает. Зато у меня самый красивый лизун. А вот с этим, я думаю, многие согласятся. Смотрите, на этом самодельном слаймике кто-то сам написал. Для Мишиной больницы очень сильно липнет. Тогда у Миши была еще больница, а не кладбище из зомби. Только тот, кто его прислал, ошибся. Он не очень сильно липнет. Этот зомбик просто похож на какую-то зеленую кашицу. Но он действительно для Мишиной больницы настоящий зомби. Как его оттуда вообще вынуть? Опять что ли руки покрасились? Ага, помните, как в прошлый раз. Но только, по-моему, в этом обычная зеленая краска. Давайте немножко поддержим покемона. И откроем кого-нибудь противного на первый взгляд. Такс, посмотрим, надеюсь, это не зомби, а просто мерзкий лизун. Кстати, это явно кранчи, в нем очень много украшений. Похожих на стекло, слышите, как он шуршит? Он неплохо растягивается, похрустывает странненько. Ммм, как вы думаете, он противный или все-таки он матовый и пойдет к Ивану? Ань, по-моему, твой вопрос неуместен. Ну да, цвет у него так себе. Хватит уже размышлять, явно же чувак в мою команду. Ладно, ладно, Юмичу, у тебя все равно самый малыш. Зато противный малыш. Вот кто почти не унывает, что явно проигрывает. А мы что, по размерам соревнуемся? Кстати, хорошая мысль, Юмич, откройка вот эта там. Давай, посмотрим, это что, полностью прозрачный слайм? Серьезно? Блин, Софиш, ты прости, конечно, но по-моему, он зомби. А я считаю, все равно его надо ко мне отправить. У меня там засуха. Ну, ладно, хорошо, как скажешь. И правда, твой слаймик там подсыхает, поэтому что-то жидкое и тянущее ему не помешает. А разве это было честно? Ну, вообще-то с Эйвоном мы так делали, когда у него засыхал его гигант. А, ну да, правда, вот-вот. Слизь осторожно липкая. Кстати, а что вы все забели-то? Что насчет той идеи? Какой еще идеи? Ну, Юминой фраза, что мы соревнуемся не по размерам. Меня не устраивает эта идея. Конечно, потому что у тебя самый гигантский лизун. А если мы будем соревноваться по красоте? Кто победит? А если мы будем соревноваться по разноцветию? А если мы будем соревноваться по противности, а? Короче, ребят, ну хватит уже. Будем соревноваться по разным параметрам. А слаймик, кстати, нормальный, на слизь не похож. Команду Эйвона его. Салатовых. Или салатных, как правильно говорится? Это же цвет от слова салат, значит салатных. Нет, я думаю, что правильно говорится салатовый. Красивенький зелененький лизунчик. С кучей пупырок в нем разных размеров. Пинокластовых шариков. Юми, ты сама их называла пупырками, ну хватит, а? Мне понравилось это слово, ну. Хрустит. Кстати, помните, нам в комментариях кто-то написал, что не говори хрустит, а говори щелкает? Это хрустит неправильно. В прошлый раз в комментариях кто-то другой написал, что правильно именно говорить хрустит, а не щелкает. Как же разобраться, как правильно хрустит или щелкает? Или можно говорить и так, и так? А вот пусть ребята в комментариях скажут, как все-таки правильно. Я думаю, замешая этих двух зеленых монстриков, все равно второй это практически сплошное украшение для слайма. И получится кранчи слаймик побольше. Так, Айван, ты жаловался? Вот еще одно пополнение в твою команду. Аня, а открой слайм, на котором написано для Миши. Опять будет салатовный. Юми, ну что ж такое? Салатовый. Так, у меня подозрение, что он похож на зомби. Сейчас посмотрим. Хотя, вроде нет. Блин, это всегда так прикольно, когда сверху слайм матовый и светленький. А внизу такой темный, блестящий. Почему слайм так разделяется? Интересно, почему так происходит? Кто-нибудь знает? Ребят, вы чувствуете, вы чувствуете, как в комнате запахло яблоком зеленым? Не яблоком зеленым, а ароматизатором яблока. Ну да, но чувствуете, какой запах, да? А какой слаймик красивенький. Шикарно растягивается. Очень нежный, гладенький, приятненький на ощупь. Цвет у него прям ультра такой, прям ядовито-салатовый, офигенный просто. Отлично скручивается, и по мне, за сегодня пока что самый красивый лизун. Добавит мне яркости. Ага, размажем его, а то что-то у тебя опять как-то мрачновато в твоем гиганте. Ничего не мрачновато. Аня, открой розовый, ну открой розовый, Ань. А давайте откроем вот эти два необычных таких многоцветных. Мне кажется, они могут быть прикольные. Смотрите, мне кажется, они самодельные, и делал их один человек. Потому что они немножко похожи, можно даже попробовать их смешать. Они, конечно же, к Эйвену, потому что они матовые. Или, погодите, по-моему, вот этот красавчик с кучей блесток зомби. Что, неужели опять к Мише? Сейчас, погоди, Софи, посмотрим на вот этого вот. А он, похоже, здоровенький. Матовый и сделан из разных цветов. Давно таких многоцветных слаймиков не было. А это пополнение в мою команду. Кажется, у него внутри там что-то есть, что это? Похоже, это какие-то поролоновые колесики, украшения. Чтобы было кайфовее его мять и необычнее. Ну что ж, этот слаймик явно здоровый. Смотрите, как он тянется. Он такой единорожный. Что значит единорожный? Ну, в смысле, что вот эти вот цвета сочетаются и получается что-то такое очень прикольное, разноцветное. Очень классный цвет, не могу перестать им антистресситься. Но в итоге, конечно, цвета смешиваются и побеждает у нас розовато-сиренево-голубой оттенок. Разве бывает такой оттенок? Ну, я думаю, ребята поняли, что я имею в виду. Ох, давно я не видела таких красивых слаймиков. А где мой зомби? Вот он, твой зомби. Какое же огромное у меня цветное кладбище слаймов. А вот и второй сиреневый лизунчик к Эйвену. Еще куча слаймов осталась. Да, похоже, сегодня не последний день. Я думала, недели нам хватит. Но следующее видео уж точно будет последний день. И мы распакуем оставшиеся лизуны. И еще мини-мини слаймы. Кстати, это мог бы быть мини-слайм. Покажи-ка. О, ну это явно козевочка. Да, Юмичу, только не лежи, я же говорю, тебе нельзя их лизать. Ладно. Ну что, ребят, по-моему, этот чувак явно в Юмину команду. По состоянию-то он, конечно, нормальный, но вот цвет у него. Зато в следующий раз точно закончим нашу распаковку. Юми, не смей лизать. Ну, хочется ж сожрать, а. Лишь бы что-нибудь сожрать. Ладно, еще парочка дней, и мы точно закончим. Да уж. А ты иди смотри новое видео на нашем канале Можел Самолин. Супер челлендж с закрытыми глазами. Ссылка в описании. И навстречу 9 ноября приходи. И на инстаграм и наше подпишись.